В 2002 году началось строительство элитного посёлка Суханово-Парк. Земли застройки были введены в границы деревни Суханово. Однако новые жильцы деревенскими себя, естественно, сроду не считали. Отградились от коренных жителей четырёхметровым забором и решили, что добрососедские отношения им не нужны. Подробности далее. Соседство с новостройкой не радует никого. Однако, когда строительная эпопея заканчивается и жилой комплекс обретает красивые формы, люди свыкаются с новой действительностью и перестают ощущать дискомфорт. Но жители деревни Суханово, несмотря на то, что посёлок Суханово-Парк уже выглядит красиво и презентабельно, до сих пор не могут войти в привычную кулию деревенской жизни. Сначала из-за горе строителей произошла экологическая катастрофа. Всем известно, как в прошлом году была прорвана плотина, и Сухановский пруд бесследно исчез. Его, конечно, восстановили, но сделали это своим, привычным методом. Почистили немного берега, но, к сожалению, то, что они чистили, вот видите, остров такой в середине, это вот они сгребли весь этот тыл. И там его оставили, никуда не вывезли. Посчитали, что, наверное, этому это очень дорого. Соответственно, трава, которая осталась на дне озера, разлагается. Запах стоит, особенно в районе плотины, жуткий. Что будет дальше? Вот они сейчас запустили вроде рыбу, но пока она ещё не дохнет. Но со временем, я думаю, умрёт. Но даже не из-за этого деревенские обиделись на новых соседей. Так как новый комплекс позиционирует себя посёлком элитным, то без высоких заборов и охраны ему нельзя. Старым жителям оставили небольшой кусочек пруда, а свой пляж засыпали белым песком и запретили визиты на свою территорию. Для того, чтобы посетить владение Суханова парк, местным жителям предложили купить абонементы на вход. Они предложили нам проходить на их территорию по пропускам. Мы согласились, составили списки. Первоначальная сумма за пропуска, именные из фотографий, была в районе 200 рублей. Мы как бы согласились. Это не такие большие деньги. А пройти на территорию, погулять просто, с детьми поиграть. Нас это всё устраивало. Но через день мне позвонили и увеличили сумму до 3000 в квартал. Мы даже не говорим о незаконности ограждения водоохранной зоны. Речь идёт о том, что теперь перекрыт пешеходный проход между двумя деревнями. Ну, испокон веков пользовались вот этой дорогой в Лопатина. Если это сообщение было, то теперь мы не можем там пройти. Потому что стоит охрана, и нас не пропускают. Всё-таки это наша деревня. Надо как-то вместе всё это делать. Мостик. Да, мостик, чтобы в Лопатина можно было пройти. Испокон веков мы пользовались, наши предки этой землёй пользовались. А теперь мы оказались никто. Никому не нужны. Борясь за свои права, написаны сотни обращений в различные инстанции. Но забор и ныне там. Елена Бабина, Александр Ильин, Евгений Садовский, Видное ТВ.